Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если мужчина не обнимает во сне, значит не любит, пара спит вместе не каждую ночь, не всегда есть возможность остаться на ночь у женщины. В первую ночь, когда ночевали в поездке, обнимал, практически не выпускал из рук, потом может обнять перед сном и утром, поцеловать в плечо и пожелать доброе утро. Является ли это звоночком? Также то, что не сильно часто радует объятиями и поцелуями, но при этом всегда вместе, никуда не пропадает, дарит подарки недешевые, постоянно на связи звонит, помогает. Говорит, что после двух разводов в своем возрасте под 50 уже не хочет в омут с головой, что итог один всегда. И что была даже мысль о женихе бежит вместе, но это только к деградации отношений приведет. А так у нас, кроме ревности и неуверенности в наших отношениях, все отлично, он не хочет никуда никому и только со мной быть. Говорит, если я уже на ранних этапах отношений все контролировала, то что будет в браке? Поэтому вопросы, пожалуйста, является ли объятие во сне показателем любви и, соответственно, их отсутствие показателем ее отсутствия? Может ли мужчина действительно намеренно сдерживать чувства, обжегшись не раз? И да, поцелуи часто в лоб, в нос, в волосы. Собственно, что здесь бросается в глаза? Точно говоря, о ревности и неуверенности в себе вы не видите в этом проблему. Вы позиционируете это как факторы, как константу. На самом деле, это проблема. Как и контроль. Это тоже проблема. И работать нужно с этим. С самооценкой, уверенностью и страхами. Вашими. И все. То есть, как бы, мужчина действительно может быть имеет негативный опыт, мужчина действительно может быть имеет за плечами два развода, не хочет еще. Это да. Но так же и вы своим контролем, своей неуверенностью в себе не добавляете ему желания жениться. У меня сложилось такое впечатление, что вы хотите этого. Что вы хотите, чтобы мужчина на вас женился. Проблему ревности и неуверенности в себе это не решит. Все это останется. И в браке. Поэтому я бы сказал, что вам нужна психотерапия, именно ревность и неуверенность. Ревность и неуверенность. Вот. Повышать свою оценку, самооценку, вот, работать со страхами, вот, и, собственно, чтобы в отношениях было меньше контроля. Отвечая на ваш вопрос, являются ли объятия во сне показательной любви, нет, не являются. Что вообще такое любовь? Да? То есть, ну, по-вашему. Объятия могут быть разными. они могут быть сделаны из разных мотивов. Они могут быть сделаны из мотива дать тепло вам, а могут быть сделаны из мотива получить тепло мне. поэтому не всегда. Может ли мужчина действительно намеренно сдерживать чувства? Может. Вполне. Только что это дает. Если вы не уверены в себе, так вы всегда будете пытаться полагаться на другого человека. А это всегда будет приводить к тревожности, это всегда будет приводить к поискам доказательств, это всегда будет приводить к каким-то исканиям, метаниям и так далее. То есть, вы неспокойны. И дело здесь не в мышине. Вот. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы говорите про ревность и неуверенность, и про контроль, и, несмотря на то, что вы это говорите, вы задаете вопросы, которые, в общем-то, проистекают из контроля, из ревности, из неуверенности. А вот эти три момента, как будто бы вы проблемой не считаете. Ну вот. Если для вас это не проблема, то вот мужчина будет так реагировать и дальше. С учетом его опыта. Если это для вас проблема, вы можете это скорректировать и, по крайней мере, с этой стороны, мышине будет проще. И вам будет проще. Возможно построить отношения, в принципе. Если не с ним, то с кем-то еще. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Сформулируйте, пожалуйста, пока, чего вы боитесь. От чего пытаетесь себя защитить? Ну, через контроль. Всего вам доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok